Мой большой привет! Придется заградить мне мои любимые цветочки. Вот они у меня там стоят, потому что у нас уже здесь солнце. Выглядывает синий-сильное солнце. Мы как раз собрались идти гулять, и я решила перед тем, как мы уйдем, снять для вас видео. Оно было по запросу. Подумала, что эта тема очень не... Концепцию... Концепцию нашего марафона чистоты. Вообще сразу хочу сказать пару слов о том, что у нас осталось еще три видео. Мы будем убирать еще ванную, детскую комнату и эту мою спальню. Я посмотрю, как я это сделаю. Но вот тема видео такая вот, скажем, болтологическая. О чистоте, наверное, сейчас будет последняя. Потому что я уже, честно говоря, даже не знаю, что можно на эту тему вам говорить. Я уже так много об этом рассказывала. Но если у вас есть идеи для видео, обязательно пишите в комментариях. Мы с вами поработаем над видео еще. Итак, тема видео о том, какие у меня есть помощники по дому, которые помогают мне убираться. Мне этот запрос прислала одна девочка. И я ей очень благодарна за это. Мне кажется, это отличная тема видео. Ну, с чего стоит начать? Что для того, чтобы, как я уже говорила, есть книжечки, которые могут вас прекрасно вдохновить. Вообще на уборку и на то, в этих книжках может быть написано, что вам нужно для того, чтобы в доме было чисто. Что вам может помогать. Но на самом деле, мне кажется, любая хозяйка решит это сама. Просто методом проб и ошибок. Вот и все. Мне кажется, по-другому здесь никак. Так же хочется сказать о том, что никакие гаджеты нам не помогут сделать уборку идеальной, скажем так. Если у нас в доме будет, в принципе, бардак. Об этом у меня много-много видео уже есть. Я об этом уже много раз говорила. Что для того, чтобы в нашем доме было красиво, да, нужно, чтобы поверхность были, ну, чтобы не было лишнего хлама в нашем доме. Но об этом у меня есть целый отдельный плейлист. Можно посмотреть там. Итак, давайте сразу же переступим к тому, что бы неплохо было бы иметь, что я больше всего люблю. Во-первых, стоит сказать о том, что у меня в доме есть как бы живые помощники. Это мой муж, это мои дети. Дети мне помогают в меньшей степени, но муж помогает достаточно активно, за что ему большое спасибо. Дальше. Что я люблю делать? У меня есть видео о моем ежедневнике. Давайте покажу его здесь. Здесь я люблю сюда записывать свои планы. Ну вот, например, вот сегодня у меня есть определенные планы. Здесь даже вот уборку я тоже записала. Что именно из уборки я хочу сделать? Поэтому всякие списки, я не знаю, какие-то, ну, у меня вот есть ежедневник для всех моих дел. Может быть, в телефоне вы можете хранить какие-то свои заметки. Важно знать, что вы должны сделать. Важно помнить ваш список дел и следовать ему. Да. Дальше. Давайте начнем с таких вот мелочей. Главные помощники в моем доме по уборке, давайте здесь вам покажу, это перчатки. Вот это у меня даже, по-моему, уже я из-за расходовала. Перчатки. Я считаю, что убираться нужно обязательно в перчатки. Не обязательно в таких вот черных, одноразовых. Есть разные всякие перчатки. И, может быть, это не очень экологичный способ. Хотя сейчас уже делают перчатки, которые разлагаются в земле. Я такие привозила несколько раз из Канады. Но в Канаду теперь не знаю, куда мы поедем. Очень сильно нескоро, я чувствую. Вот. Поэтому пока использую вот такие вот. Неважно. Какие-то моющие средства. Хотя, если у вас не химические моющие средства, может быть, и ничего. Но, хотя бы просто поберегите маникюр. Дальше. Можно, конечно же, использовать всякие разные экологически чистые, так сказать, моющие средства. Когда я жила в Канаде, Черногория наша третья страна, в которой мы живем. Поэтому здесь я вообще не парюсь на эту тему. Вот что есть в магазине, то и покупаю. Я пыталась, по-первых, что-то там еще мешать свое. Уксус, вода, какие-то эфирные масла. Я не знаю, сода, моющие средства. Я покупала вот эти вот пузыречки с средствами, расходовала их и пыталась залить свое. У меня не получилось. Несколько раз я это делала. И я просто забила на это дело. Вот. Если будет возможность здесь покупать какие-то экологически чистые моющие средства, конечно, я буду это делать. Но я решила, что возить их откуда-то из других стран. Иногда я возила, по первости еще. Я просто реально забила на это дело. Вот что есть в магазине, то я покупаю. Здесь есть бренд такой Sonnet. У меня есть от него вот моющие средства, которые вы можете посмотреть, которыми я пользуюсь. В принципе, я использую их. А что у меня есть? У меня есть спрей такой на все случаи жизни. Я им всякие поверхности протираю, пыль, вообще все что угодно. Значит, вот такой вот у меня есть спрей. У меня есть жидкость для мытья окон. И у меня есть жидкость для оттирания жира. Это такая как гель скорее, да. Вот. В принципе, это все. Больше мне ничего не нужно. Это, да, еще у меня, ну, естественно, у меня есть жидкость для мытья унитазов, так сказать. Больше, не меньше. Мне кажется, это вообще, можно вообще все сократить до какой-нибудь соды и уксуса. И одно время я делала и так. В Канаде у меня было и на так. Но здесь мне просто неохота всем этим заниматься, честно скажу. Вот. И поэтому я покупаю средства по предназначению. Но опытным путем выяснилось, что это все, что мне нужно. Больше мне ничего для этого не нужно. Ну, и понятно, для стирки белья у меня есть средства. И для мытья посуды. Вот. Почти все у меня вот этого бренда Solnet. Кажется, он так называется. Тряпочки, понятно, да, у меня есть. Я стараюсь не использовать бумажный полотенц, но иногда использую их. Но все-таки стараюсь тряпочками. У меня есть специальные такие микрофибры для, там, там продаются, сейчас, мне кажется, сейчас прям продаются такими наборами. Там для этого, для этого, для этого. Вот у меня есть один такой набор, и я его использую. Мне кажется, это очень удобно. Что я хочу сказать. Штука, которая просто изменила вообще мою жизнь. Это вот, сначала, первый раз она у меня была в Канаде. Это вот такая вот штука. Как ее тут, господи, что-то меня заело по ходу дела. О! Это вот такой вот скребок для плит. Плит любых вообще ваших, я не знаю, приборов, которые нужно поскрести. У него здесь лезвие, но лезвие, оно ничего не царапает. Вот, именно вот этот мой скребок шел с бытовой техникой Милле. Они продаются с этой, с духовкой. Вот, я просто забрала, ну, и использую его. Но, если честно, я знаю, что в Канаде, допустим, такие можно купить в магазинах. Я уверена, что и в России можно купить. Здесь я не могла найти. Наверняка, может быть, где-то он продается. Я не смогла найти. Очень удобно. Отскребает любые пятна. Ну, то есть, вообще, ваша плита. Как мне кто-то спрашивает, чем я мою плиту, что у меня такая новая. Вот этой штукой. Этим я ее скребу. Но, опять же, она не царапается. Ну, и всякими моющими средствами. Не знаю, про плиту могу как-нибудь сделать. Не знаю, уже отдельное видео, но мне кажется, там не интересно. Короче говоря, вот. Это очень-очень полезная вещь в доме. Этот скребок. Давайте к гаджетам. Гаджетам, которые я обожаю, которые делают мою жизнь легче. Ну, первое, первое, первое. Это просто, я вообще не понимаю, почему я жила до этого без такого прибора, как робот-пылесос. У нас от Ксаоми. Модель будет здесь написана. Робот-пылесос Ксаоми. Их, конечно, есть огромное количество всяких-всяких разных. Есть и страшно дорогие, есть и подешевле. Мне показалось, что, почитав, не знаю, энное количество отзывов, я не знаю, пару лет я читала отзывы и решалась с вопросом о покупке робота-пылесоса. Почему к Саоми? Потому что мне показалось, что это идеальное соотношение цены-качество. Пока страшно довольна. У нас модель, которая также подразумевает и мытье полов. Мы этим мытьем не пользуемся. Я даже не знаю, по какой причине. Просто мы даже ее не подключали. Вот. Он у нас просто ездит и все везде пылесосит. Но очень я довольна. То есть, вообще, про такое понятие, как про пылесосить пол, мы забыли. При этом пол у нас идеально чистый. Просто идеальнейший чистый. Потому что теперь он у нас моется, пылесосится каждый день. Без нас. Даже без нашего участия. То есть, мы просто уходим гулять. Включаем его с телефона. Да. У вас, как бы, вся продукция к Саоми. Вы можете залогинить на свой телефон. Вот. И все. И он здесь что-то работает. Часик тут моется. Реально пылесосится просто идеально. Поэтому робот-пылесос, это, конечно, ну, мне кажется, вещь номер раз. Которая должна быть, не знаю, в доме, как мне кажется, просто у всех. Я одна такая, не знаю, очень долго до этого соображала. Также, конечно же, в идеале, в идеале у нас остался наш старый пылесос. Когда нам нужно что-то вот так вот быстренько где-то пропылесосить. Где-то что-то там, не знаю, разлили, разбили. Он у нас есть. И мы тоже. И у нас есть паровая швабра в доме. Я уже рассказывала, что это просто великое приобретение, не знаю, в дом. У нас не к Сауме, но я знаю, что к Сауме они тоже есть. По-моему, уже даже вышли, их стали продавать даже в России. На момент, когда я заказывала свою, я только читала, что она у них есть. О нее были очень неплохие отзывы. Но в России тогда она еще не продавалась. Ну, во всяком случае, в Москве. Я, как уже сказала, люблю этот бренд. Мне нравится. Я бы с удовольствием приобрела бы себе именно их швабру. Тем более, моя швабра бренда Китфронт. Российского бренда. И я ее не очень довольна. Потому что, на самом деле, первую, это моя вторая швабра. Первую я заказала, она пришла уже сломанной. Я ее поменяла, слава богу, перед отъездом успела. Потом, значит, я приехала сюда, буквально месяц пропользовалась. И у меня сломалась крышка вот этого резервуара для воды. Я заказывала крышку. Возможно, мне ее по гарантии или как-то там выслали бесплатно. Уже сейчас я вот этих моментов не помню. Скорее всего, бесплатно. Но, тем не менее, крышка там пришла в Россию. Потому что, естественно, в Черногории они не заставляли. Мы живем в Черногории на данном этапе. И, ну, короче, это был долгий процесс. И, в общем, периодически она у меня все равно барахлит. Ну, то есть, качество исполнения самой швабры очень сильно, очень сильно. Но, как бы, сама идея попробовать паровую швабру... Я при этом брала дешевую швабру. Она, по-моему, стоила, мне кажется, ну, не больше трех тысяч рублей вообще точно. Я брала именно попробовать, что это такое. Мне очень нравится. Потому что, вообще, сочетание, мне кажется, робота-пылесоса и вот такой швабры... Есть, конечно, швабры роботы. Есть уже такие. Но для меня это... Может быть, даже это хороший вариант. Но пока не пробовала, честно скажу. Пока не пробовала. Я иногда прохожусь по квартире вот этой своей шваброй. И я довольна ее. И я довольна. Мне нравится состояние полов. Вообще, на самом деле, если уж так вот абстрагироваться от всех вот этих вот вещей, то состояние полов после паровой швабры, да, вот парового мытья полов, абсолютно другое, чем просто после обычного мытья или после пропылесосного пола. Это просто небо и земля, очень другой уровень чистоты. Поэтому паровая вообще вот тема, это прям хорошая вещь. И я очень довольна. Ну, я довольна, что я могу попробовать, что такое паровая швабра. Я не довольна своей шваброй, но все равно я очень-очень довольна качеством, да, чистоты моих полов. Раз уж мы заговорили про паровые всякие вещи, то у меня есть не отпариватель. У меня, наверное, как это парогенератор, да, у меня вместо утюга парогенератор. Я уже, по-моему, где-то его показывала, может быть, даже про него что-то рассказывала. Я им страшно довольна. Довольна. Вообще, на самом деле, если вот так вот говорить даже в целом, я, мне 35 лет, это, не знаю, наше 105-е жилье, не знаю, в моей жизни уже. Это тоже съемное наше жилье, но именно в нем я подобралась к такому идеальному соотношению вообще во многих сферах своей жизни. Соотношение цена-качество, количество и выхлопа, который я из всего этого получаю. И на следующий свой этап, на следующее свое жилье у меня уже там чуть ли не списки уже пишу вообще, что должно быть в моем доме, потому что я хочу, чтобы это было абсолютно идеально в отношении просто всего. И вот сейчас у меня в доме практически любой гаджет, который у меня есть, я им очень довольна. Это прям такая вот продуманная, каждая очень покупка. И вот, допустим, парогенератор, я про него думала несколько лет, я думала, нужен он или не нужен, я пользовалась у мамы, я пользовалась у сестры, и в итоге я поняла, что мне он нужен. И мне кажется, он нужен каждой хозяйке, потому что вот парогенератор, вот этот вот утюг паровой, да, назовем вот так, это, во-первых, вы гораздо быстрее гладите. То есть сама глажка у меня, не знаю, сократилась в разы, я глажу, в общем-то, практически все. Я могла бы забить и не гладить, у меня мама умудряется сушить вещи так, что их не нужно гладить, потом она их слегка только проглаживает, но опять же, парогенератором. И даже вот в этом году, когда мы зимой и летом были в Москве, точнее, когда мы были летом, я говорю, мама, ну, у меня родители переехали жить за город, естественно, из-за пандемии. Я говорю, почему мы сюда этот паровой утюг наш не привезли? Мама говорит, ну, пусть он пока останется в Москве, он мне там тоже что-то нужен. И когда мы ехали зимой, я просто позвонила маме, говорю, мама, привози парогенератор на дачу, говорю, потому что, ну, я везу кучу вещей, Танька везет кучу вещей, у тебя там, у самого куча вещей, мы не будем пользоваться утюгом. Просто мы будем взять его и выбросить сразу. Вези этот генератор, парогенератор, мы будем пользоваться им, как нормальные люди. Потому что идея в том, что как только вы пробуете какие-то, да, вот, хорошие, классные вещи, да, какие-то вот такие вот изюминки, вы не можете в этом вернуться к тому, что было до. То есть ваша жизнь, она делится на до и после. Вот парогенератор, в моем случае, это было как жизнь на до и после. В принципе, робот-пылесос тоже, да. То есть я сейчас не представляю, что я сейчас опять начну пылесосить сама квартиру. Мне кажется, это уже что-то из вообще разряда фантастики. Вот, поэтому также и парогенератор. Это великая вещь, которая может вам очень сильно помочь. Он идеально, просто идеально обглаживает вещи. Вам нужно же гладить с двух сторон. С одной стороны прогладят и все. И это все очень-очень быстро. Это гораздо быстрее. Я не знаю, за счет чего. Может быть, за счет скорости скольжения или то, что это пар. Это гораздо более быстрый процесс глажки, чем раньше. То есть раньше я могла где-то час стоять, наглаживать все. А теперь это пух-пух-пух и все. Ну, то есть я довольна очень. Потом у меня есть вот такая вот штука. Я увидела, что это называется как дастер. Видимо, от английского слова dust, что переводится как пыль. Это такая вот как смахиватель пыли, да. У меня он, конечно, уже такой не первый свежий. Я понятия не имею, как его мыть. Наверное, просто замочить в тазу. Но мне нравится его использовать. Иногда я для того, чтобы смахивать пыль, да протирать пыль, использую обычную тряпку и спрей свой тот же, который там на все случаи жизни. Но иногда, допустим, когда они помогают дети, я даю им вот этот вот дастер. И они им, ну, проходятся по всем поверхностям очень хорошо. Также я им люблю протирать, допустим, какие-нибудь высокие полы. Они протираются и все. Нет, пыли от него не летит. Он ее как-то вот впитывает. И мне нравится. И очень чисто он это делает. Это удобно. Знаете, просто вариант уборки. Вот когда тебе нужно прям быстренько-быстренько-быстренько. Вот прям вот это вот оно. У меня здесь есть стиральная машина. Понятно, стиральная машина в 21 веке. Никого не удивишь. Но мне кажется, что все равно про нее стоит сказать. Конкретно здесь у меня дурацкая стиральная машина. У нас была очень классная машина стиральная в Канаде. И там же у меня была сушилка. Отдельная машина по типу стиралки. Ну, это прям отдельный такой агрегат стоит. Называется как сушилка. Он сушит ваше белье. И здесь я хотела все-таки остановиться поподробнее чуть-чуть. Потому что мне кажется, это незаменимая вещь в доме. Мы не живем в Канаде уже сколько? Три-четыре. Сколько? Три, наверное, года. И я все эти три года думаю о том, что мне нужна сушильная машина. У меня ее здесь нету. Здесь продаются в основном два в одном. Возможно же в наши это два в одном. Но когда мы сейчас ездили в Торонто летом, весной точнее, застряли там на четыре месяца из-за ковида. У нас в апартаментах была сушильная машина, встроенная в стиралку. Вот никогда, слышите меня, поставьтесь на паузу, никогда такого не покупайте. Это просто, я не знаю, трата ваших денег пустую. Потому что я уже со многими людьми говорила, у кого-то эти встроенные механизмы, два в одном, это все фуфло. По-другому я сказать не могу. Если вы хотите сушилку, вы должны рассчитать место своей ванной, я не знаю, при ремонте, или, не знаю, если у вас специальная, не знаю, постирочная комната. Отдельная вот этот вот агрегат сушилку. Вот тогда это просто чудо техники, на которую вы будете молиться, и вообще ваша жизнь также поделится на до и после, как моя. Я три года живу без этой сушилки, три года я вспоминаю, что мне нужна сушилка. Я ною на эту тему, что у меня ее нет. Потому что это страшно удобно. Это просто незаменимая вещь в доме, мне кажется. Но она должна стоять именно отдельным агрегатом. Потому что если это два в одном, во-первых, ваш вот этот вот цикл стирки и сушилки, он у вас растянется, не знаю, там, на 3, 4, 5 и более часов. Это будет очень долго. Белье вы будете оттуда вынимать очень мятое. Очень мятое. И влажное. Оно все равно до конца не высохнет. Я не понимаю, как это все работает. Но если у вас вот этот вот отдельный агрегат стиральной машины и отдельный агрегат сушильной машины, вы увидите разницу. У вас там за полчаса будет, не знаю, высушено все, что хотите. Конечно, хороший цикл сушки это где-то час, час, полтора, наверное. Но все равно это не три часа, как вот в этих вот агрегатах, два в одном. Поэтому сушильная машина, если есть у вас такая возможность, есть такое желание попробовать. Точнее, я бы советовала всем попробовать. Ну, а там уж как зависит от ваших, так сказать, возможностей и желаний. Но это очень полезная вещь. И абсолютно незаменимая. То есть это просто, как это, момент избалованности этим. У меня настолько большой, что вот уже мы прожили в доме с сушилками. Ну, сушилка у нас всегда была, все 10 лет жизни в канале. Я вот три года живу без нее. И я вам говорю, три года я живу с мыслями о том, что мне нужна сушилка. Такое было видео о тех гаджетах, которые я люблю, о тех гаджетах, которые помогают мне вообще по жизни в моем доме для уборки. Пишите, какие гаджеты любите вы. Пишите, может быть, в комментариях, что приятного и классного есть в доме у вас. Вот, наверняка еще есть, что добавить в мой список. Пока! Субтитры подогнал «Симон»